Бог не отъемлит искушение у рабов Своих, но дает им терпение в искушениях за их веру и предание себя в Его волю. Телесное житие по Богу составляет дела телесные, телесные подвиги для ощущения тела от страстей в добродетельной деятельности. Житие умное есть дело сердца, неослабно продолжаемое с заботливой мыслью о суде. Та же непрестанная молитва сердца, мысль о промысле и покечении Божием, как частном, так и общем, усматриваемом в целом мире. И охранение себя в страстей тайных, чтобы не встречалось ничего страстного в области сокровенной и духовной. Как благодать на благодать людям по крещению дано покаяние. Потому что покаяние есть второе возрождение от Бога. Покаяние есть дверь милости, и этой дверью входим в Божию милость. И кроме этого входа не обретешь милости. Покаяние есть вторая благодать, и рождается от веры и страха. Страх же есть отеческий жезл, управляющий нами, пока не достигнем духовного рая благ, после чего он отходит от нас. Рай есть любовь Божия, которая наслаждение всеми блаженствами. Древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам. И с тех пор не встречала уже его радости. Но работал и трудился он на земле терней. Лишенные любви Божией, если по правоте ходят, едят тот хлеб пота в делах своих, какой повеленно есть, первозданному попадению его. Живущие в любви плода приносит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет тот воздух воскресения. Любовь есть царство, о ней Господь таинственно обетовал апостолом, что вкусит ее в царстве его. Ибо сказано, да идите и пинете на трапезе царствия моего. Лука 22.30 Что иное означает, как не любовь? Вот вино, веселящее сердце человека. Солом 103.15 Блажен, кто испьет вина этого. Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи, так никто не может без страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и мысленным раем. Можем мы перейти только на ладье покаяния, на которой есть гребцы страха. Но если гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего переходим к Богу, то утопаем в этом смрадном море. Покаяние есть корабль, а страх его кормчий. Любовь же божественная пристань. Страх вводит нас в корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и путеводствует к божественной пристани, которая есть любовь. К этой пристани приходят все трудящиеся и обремененные покаянием. И когда достигнем мы любви, когда достигли мы Бога, и путь наш совершенный, пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец и Сын и Дух Святой. Есть ведение, предшествующее вере, и есть ведение, порождаемое верою. Ведение, предшествующее вере, есть ведение естественное, а порождаемое верой есть ведение духовное. Ведение естественное различает добро от зла, и оно именуется естественной растудительностью, которой естественно без науки распознаем добро от зла Эту растудительность Бог вложил в разумную природу, при помощи же науки она получает приращение и пополнение Нет человека, который бы не имел ее, это есть сила естественного введения в разумной душе, которая, сила, непрестанно приводится в ней и душе в действие В честь разумной природы рассудительность, различающая добро от зла и утративших он и пророк справедливо уподобил скотам несмысленным Салом 48.13 Естественное ведение, предшествующее вере, есть путь к вере и к Богу Будучи вложено в природу нашу Богом, оно само убеждает нас в том, что должно веровать Богу, приведшему все в бытие Эта вера производит в нас страх Страх же понуждает нас к покаянию и деланию, то есть за делание дается человеку духовное ведение или ощущение тайн, которое рождает веру истинного созерцания Не просто от одной голой веры рождается духовное ведение, но вера рождает страх Божий и при Божьем страхе, когда начнем в нем действовать От действия этого страха рождается духовное ведение, как сказал Святой Златоуст Когда приобретет кто волю, соответствующую страху Божию и правильному образу мыслей, тогда скоро приемнет он откровение сокровенного Откровением же сокровенного называет он духовное ведение Но и не страх Божий рождает в себе духовное ведение, а ведение это дает в дар деланию страха Божия дается Дело страха Божия есть покаяние Покаяние же, прошедшее все свое течение и завершившись, приводит туда, где дается духовное ведение Духовное ведение есть ощущение сокровенного И когда ощутит кто сие невидимое, тогда в ощущении его рождается иная вера, не противная вере первой, но утверждающая ту веру Наказывает же ее верою, называют созерцательную Да то ли был слух, а теперь созерцание, созерцание же, несомнение слуха Все сие рождается от того естественного ведения, различающего доброе и злое Оно есть доброе семя добродетели За этим естественным ведением в человеке последует всегдашнее уязвление совести Непрестанное памятование смерти и некая мучительная забота, продолжающаяся до самого его исхода А после это печаль, унылость, страх Божий, естественная стыдливость Печаль о прежних грехах своих, надлежащая рачительность Памятование об общем пути, забота о напутстве себя к тому Слезное испрашивание у Бога доброго вшествия в эти врата, которыми должно проходить всякому естеству Пренебрежение к миру и сильная борьба из-за добродетели Все сие приобретается естественным ведением, и с этим пусть всякий встречает свои дела Когда окажется, что человек приобрел это, тогда значит, что идет он путем естественным А когда превзойдет это и входит в любовь, тогда становится выше естества И оканчивается для него борьба, страх, труд и утомление во всем Вот последствия ведения естественного И это находим сами в себе, когда не помрачаем этого ведения славцолюбивною своей волею И на этой остаемся в степени, пока не приедем в любовь, которая освобождает нас от всего этого Пусть всякий на основании всего сказанного нами Сличает и испытывает сам себя, где его шествие В том ли, что противоестественное, или в том, что естественное, или в том, что превыше естественное Добрая мысль западает в сердце только от божественной благодати Помысл лукавый приближается к человеку только для искушения и испытания Человек, достигший того, чтобы познать меру своей немощи, достиг совершенства смирения Дарование Божие привлекает сердце, возбуждаемое к непрестанному благодарению Господь сносит всякие немощи человечестве Не терпит же человека, всегда ропщущего И не оставляет без вразумления Благодати предшествует смирение А наказание предшествует самомнение Горделивому попускается впадать в хулу Превозносящемуся деятельной добродетели Попускается впадать в блуд А превозносящемуся своей мудростью Попускается впадать в темные степени и видения Кто при памятовании о Боге чтит всякого человека Тот по мановению Божию в тайне Обретает в себе помощь от всякого человека Кто защищает обиженного Тот поборником в себе обретает Бога Кто руку свою простирает на помощь ближнему Тот в помощь в себе приемлет Божию мышцу Кто обвиняет брата своего в пороке его Тот обвинителя себе обретает в Боге Кто исправляет брата своего в клете своей Тот исцеляет собственный порок А кто обвиняет кого-либо перед собранием Тот увеличивает болезненность собственных своих язв Друг обличающий тайно мудрый врач А врачующий перед глазами многих есть ругатель 260 Бог вразумляет с любовью, а не отмщает, да не будет Он ищет лишь исцелить образ свой И не хранит гнева Кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется Сколько бы в этой жизни не совершенствовался человек В своем стремлении к Богу, все идет позади его В будущем же веке Бог показывает ему лицо свое Не то, однако, что он есть Праведное здесь сколько ни входит в созерцание Бога Созерцает только образ, как в зеркале А там узревает явление истины Огонь, возгоревшийся в сухих дровах, с трудом угошается Если в сердце отрекшегося от мира западает Божья теплота То воспламенение ее не угошается И она стремительнее огня Когда сила вина войдет в тлен и ум забывает строгость во всем И памятование о Боге, когда овладеет пажисью в душе Истребляет в сердце памятование о всем видимом Ощущение будущего века в мире всем есть то же, что малый остров в море И приближающийся к нему не утруждается уже в волнах видений века сего Монах пока видит нужду во времени, чтобы еще потрудиться Скорбит о разлучении с телом А когда ощутит в душе своей, что искупил время И получил залог свой Вожделевает будущего века Пока купес в море, в тленах у него страх Чтобы не восстали на него волны И не потонула надежда делания его Пока и монах в мире страх Овладевает житием его Чтобы не пробудилась в нем буря И не погибло дело его Над которым трудился от юности до старости своей Мореходец пока плавает среди моря Смотрит на звезды И по звездам исправляет корабль Пока не достигнет пристани А монах взирает на молитву Потому что она исправляет его самого И направляет шествие его к той пристани Которой житие его направлено в ежечасной молитве Плавец без одежды погружается в море Чтобы найти им жемчужину И монах, совлекшись с его, проходит жизнь свою Чтобы обрести в себе бисер Иисуса Христа И когда обретет его Не ищет уже при нем ничего из существующего Деве вредно быть в народных собраниях И при многолюдстве А уму инока в беседе со многими Птица, где бы ни была, стремится в гнездо свое Выводит там детей И рассудительный монах поспешает Вместо свое сотворить Себе плод жизни Облака закрывают солнце А много злогола не потемняет душу Которая начала просвещать С молитвенным созерцанием Рассказывает о птице Называемой сирена Что всякий, слыша сладкозвучие ее голоса Так пленяется, что, едя за ней по пустыне От сладости пени забывает самую жизнь свою Падает и умирает Этому подобно то, что бывает с душою Когда впадет в нее небесная сладость Тогда сладкозвучие словес Божиих С чувством впечатляющихся в уме Она вся устремляется вслед в его Так что забывает свою телесную жизнь И тело лишается своих пожеланий А душа возносится из этой жизни к Богу Дерево, если сперва не скинет с себя прежних листьев Не произращает новых ветвей И монах пока не извинит из своего сердца Памятование о прежних своих делах Не приносит новых плодов и ветвей В раковине, в которой зарождается жемчужина Как говорят, молнией производится Некое подобие искры И из воздуха приемлет она в себя вещество А до то ли остается простой плотью И сердце инока Пока не приемлет в себя Разумением с небесного вещества Дело его есть нечто обыкновенное И в раковинах своих не заключает Плода утешения Пьет с лижущей ноздри своей Пьет собственную кровь свою И по причине сладости крови своей Не чувствует вреда своего И инок, который склонен бывает Упиваться тщеславием Пьет жизнь свою И от сладости, ощущаемой на час Не сознает вреда своего К словам тайн заключенных В Божественном Писании Не приступай без молитвы И испрошения помощи у Бога Но говори Дай мне, Господи, приять ощущения Заключающиеся в них силы Молитву почитай Кличом к истинному смыслу Сказанного в Божественных Писаниях Когда желаешь приблизиться Сердцем своим к Богу Докажи Ему прежде любовь Свою телесными трудами В них полагается начало жития И Господь положил их В основание совершенства Праздность почитай Началом омрачения души Омрачением же на омрачение Сходбище для бесед Если и полезные речи Когда нет и меры Производят омрачение То кальми пачи Речи суетные Душа делается ничтожной От множества продолжительных бесед Мера и известные правила в житии Просвещают ум И не допускают до смущения Смущение ума От беспорядочности От неимения постоянных правил Производит в душе омрачение И омрачением Производится опять смущение Мир душевный бывает Предствием доброго порядка А от мира рождается свет От света же и мира Просеивает в уме чистый воздух Душа корыстная Лишается премудрости А душа милосердная Умудрена бывает духом Клич сердцу К божественным дарованиям Дается любовью к ближнему И по мере отрешения сердца От уст телесных Отверзается также Перед ним дверь ведения Как прекрасна и похвальна Любовь к ближнему Если только попечение ее Не отвлекает нас от любви Божией Как приятна беседа С духовными нашими братьями Если только можно сохранить При ней собеседование с Богом Хорошо заботиться и о собеседованиях С братьями духовными Пока соблюдается в этом Соразмерность То есть пока под этим предлогом Можно не утратить сокровенного делания И жития И непрестанного собеседования с Богом Это последнее приходит смущение При самом начале первой Ибо ум недостаточен к тому Чтобы вести два собеседования Вредно бывает неумеренные беседы И с духовными братьями А на людей мирских Вредно посмотреть только и издали Даже и без видения Одни звуки голоса Их приводят в смятение Покой сердца Как душа по природе лучше тела Так и тело душевное лучше телесного Но как первоначальное создание тела Предшествовало вдохновению И в него жизни Так и дела телесные Предшествуют делу душевному И невысокое житие Неизменно продолжаемая Великая сила Слабая капля Постоянной капой Пробивает жесткий камень Когда приблизится время Воскреснуть к тебе Духовному человеку Тогда возгревается радость В душе твоей И помыслы твои Заключается внутри тебя Той сладостью Какая в сердце твоем А пока мир покушается Снова восстать в тебе Тогда умножается в тебе Парение мыслей Миром называй страсти Которые порождаются От парения ума Когда они родятся И достигнут зрелости Делаются грехами И умерщвляет человека Как дети не рождаются Без матери Так страсти не рождаются Без парения мысли И совершения греха Не бывает без собеседования Со страстями 270 Если терпение возрастает В душах наших Это признак Что прияли мы В тайне Благодать и тишение Когда душа Упоена радостью Надеждой своей И весельем Божиим Тогда Тело Не чувствует скорбей Хотя и немощно Тогда оно бывает В силах Поднять сугубую тяготу Не являя Оскудение В силах Так бывает Когда душа Входит в таковую Духовную радость Если сохранишь язык твой То от Бога Дастся тебе Благодать Сердечного умиления Чтобы в нем Увидеть тебе Душу свою И им Войти в духовную радость В какой мере Вступил кто В подвиг ради Бога В такой сердце Его приемлет Дерзновение В молитве его И в какой мере Человек развлечен Многим В такой Лишается Божьей помощи Первая мысль Которая по Божьей Человеколюбии Входит в человека И руководствует Душу к жизни И есть западающая В сердце мысль Об исходе Этого естества За этим помыслом Естественно Следует пренебрежение К миру И этим начинается В человеке Всякое доброе движение Ведущее его к жизни Это же и божественная сила Сопутствующая человеку Полагает в основании Когда восхочет Обнаружить в нем жизнь Если человек Эту сказанную нами мысль Не угасит в себе Житейскими заботами И суисловием Но будет возвращать ее В безмолвие И остановится на ней Созерцанием И займется ею То она поведет его К глубокому созерцанию Которого никто не в состоянии Изобразить словом Сатана ненавидит этот помысл И всеми силами Нападает Нападает Чтобы истребить его В человеке И если бы можно было Отдал бы ему Царство целого мира Только бы развлечением И сгладить в уме человека Таковой помысл Ибо знает Коварный Что если помысл этот Пребывает в человеке То ум его состоит Уже не на этой земле Обольщение И козни его К человеку Не приближаются Другое после этого Бывает делание Когда человек Хорошо проходит Добрую жизнь И приблизится Ковкушению Созерцания И делания его Когда свыше Приимет он благодать Вкусить сладость Духовного ведения Начало этого делания Состоит в следующем Предварительно Удостоверяется Человек В промышлении Божием А человек Просвещается Просвещается Любовью Свою к Творцу И удивляется В месте И устроении Существ разумных И великому О них По течению Божию С этого Начинается В нем Сладость Божественная И воспламенение Любви К Богу Возгорающейся Сердце И попаляющей Душевно И телесные Страсти Любовь Это При сильной Старательности И доброй Совести Начинает Потом Воспламеняться Вдруг И человек Упоевается Ею Как вином И сердце Его отводится В плен К Богу Затем В такой Всяком Деле За какое Он не Примется Омрачение У него За омрачением Таковое Оставляет Дело И часто Не попускается Ему Даже Приблизиться К таковому Этот час Исполнен Отчаяния И страха Надежда На Бога И утешение Веры В Него Совершенно Отмещится Душою И вся Она Всецело Исполняется Сомнение И страха Но Бог Не оставляет Души В таком Состоянии Надолго Но вскоре Творит И избытие А я Замечу Тебе И дам Совет Если Не имеешь Силы Совладеть Собой И пасть На лицо Своё В молитве То облеки Голову Свою Мантией И спи Пока не пройдёт Для тебя Этот час Омрачения Но не выходи Из кельи Этому Искушению Подвергается Наипаче Желающие Проводить Жизнь Умственную И в шествии В своём Ищущие Утешение Веры Поэтому Всего Более Мучает И утомляет Их Этот час Колебанием Ума Следует За этим Часто Хула А иногда Приходит На человека Сомнение В воскресении И иное Нечто О чём Не должно Нам Говорить Занимающиеся Делами Телесными Совершенно Свободны От этих Искушений На них Приходит Иное Уныние Известное Всякому Которое В образе Действия Своего Отлично От этих И подобных Им Искушений Блажен Кто Претерпит Это Не выходя За дверь Впрочем Не в один Час Оканчивается Борьба Эта И благодать Не вдруг Приходит Снова И вселяется В душе Но постепенно И одно Сменяется Другим Временем Искушения И временем Утешения Человек Ревнитель Не по разуму Никогда Не приходит В мир Ума А чуждый Мир От чуждой Радости Если Мир Ума Называется Совершенным Здравием А ревность Не по разуму Противна Миру То значит Уже Что тяжко И болезни Страждей Тот В ком Сия Лукавая Ревность Сердце Исполненной Печали О немощи И бессилии В делах Телесных Явных Заменяет Собой Все сии Телесные Дела Телесные Без печали Ума Тоже Что тело Неодушевленное Кто Скорбит Сердцем И дает Свободу Чувствам Своим Тот Подобен Человеку Который Страждет Телесно И у Которого Уста Отверстие Для Вредной Ему Пищи Или Тому У Которого Есть Единородный Сын И Который Мало Помалу Заколает Его Собственными Руками Целомудрие И беседа С женщиной Тоже Что Львиса С овсой В одном Доме Дела Без Милосердия Перед Богом Тоже Что Человек Который Заколает Сына В Присутствии Отца Его Что Горсть Песку Брошенная В Море Тоже Грехопадение Всякой Плоти В сравнении С Божьим Промыслом И Божьей Милостью И Как Сильной Водой И Источник Не Заграждается Горстью Пыли Так Милосердие Создателя Не Препобеждается Пороками Тварей Быть Злопамятным И молиться Значит То же Что Сеять На Море И Ждать Жатвы Как Пламени Огня Нельзя Не Восходить Вверх Так Молитвам Милосердных Восходить На Небо Каково Течение Воды На Покатом Месте Такова Сила Раздражительности Когда Она Войдет В себе Найдет Доступ Сердце Нашим Бывает Смирение По страху Божию Бывает Из любви К Богу И бывает По радости Смиренного По страху Божий Сопровождает Во всякое Время Скромность Во всех Членах Благочиние Чувств И сокрушенное Сердце Собрание Смиренных Возлюблено Богом Как Собор Серафимов Драгоценны Пред Богом Тело Соломудренное Более Чистой Жертва Эти Две Добродетели Смирение Соломудрие Уготовляет В душе Наблюдай За чревом Но Никак За зрением Потому что Домашняя Брань Без сомнения Легче Внешней Не верь Брат Что внутренние Помыслы Могут быть Остановлены Без приведения Тела В доброе И чинное Состояние Бойся Привычек Более Чем Врагов Питающий В себе Привычку Тоже Что человек Дающий Пищу Огню Если Привычка Потребует Чего Одна же И требование Ее Не будет Исполнено То В другой Раз Ты Найдешь Ее Слабую А если Однажды Исполнишь Ее Волю То Во второй Раз Найдешь Ее Нападающей На тебя С гораздо Большей Силою Кто Любит Смех И любит Выставлять Себя Напоказ Людям Тому Не будет Не будь Другом Иначе Он Научит Тебя Привычки Придаваться Расслаблению Когда Начинает Кто При тебе Пересуждать Брата Своего Потук Лицо Своё Как Скоро Сделаешь Это Перед Богом И Перед Ним Окажешься Осторожным Если Дашь Что Нуждающемуся То Пусть Веселость Лица Твоего Предваряет Даяние Твое И Добрым Словом Утешь Скорб Его Когда Сделаешь Это Тогда Твоя Ласковость Будет В уме Его Дороже И Такого Даяния Твоего Которое Часная Целомудрие Чистота Совести Ибо Без Них Сует Наперед Богом Всякое Дело Пусть Тебя Гонят Ты Не Гони Пусть Тебя Распинают Ты Не Распинай Пусть Тебя Обижают Ты Не Обижай Пусть На Тебя Клевещу Ты Не Клевещи Судиться Не Христианского Жития Дело Об Этому Нет И Намек Об Учении Христовым Веселись Веселящимися И плач Плачущими Ибо Это Признак Чистоты С больными Болезны С грешными Проливай Слезы С кающимися Радуйся Будь Дружен Со всеми Людьми О мысли Своей Пребывай Один 280 Никого Не обличай Не поноси Даже И крайне Худых По жизни Своей Распроси Распростри Одежду Твою Над Падающим И Покрой Его Знаю Что Для того Нам И Надо Не Выходить Из Дверей Келли Чтобы Не Знать Худых Дел Человеческих И Тогда В Неведении Ума Своего Во Всех Увидим Людей Святых И Добрых Если Не Можешь Потрудиться Телом Поскорби Хотя Мысленно Если Не Можешь Паститься В Продолжение Двух Дней Пастись По Крайней Мере До Вечера Если Не Миротворец Не Будь Хотя Любителем Мятежа Если Ты Не Состояние Заградить Уста Осуждающему Друга Своего То По Крайней Мере Остерегись Вступить С ним В Общение Знаешь Что Если От Тебя Выйдет Огонь И Пожжет Другий То Бог От Руки Твоей Взыщет Души Живом И Огнем Твоим Если Не Ты Ввергаешь Огонь Но Соглашаешься С Повергающим И Услаждаешься Тем То На Суде Будешь В Числе Сообщников Его На Всех Путях Какими Ходят Люди В Мире Не Находят Они Мира Пока Не Приблизится К Надежде На Бога Сердце Не Умиряется От Труда И Преткновений Пока Не Приедет В Него Надежда Не Умиротворит Его И Не Прольет В Него Радости Они Это Изрекли Достопоклоняемые Уста Придите Ко Мне Все Труждающие Все Обремененные И Я Успокою Вас Свет Ума Порождает Веру Вера Порождает Утешение Надежды Надежда Подкрепляет Сердце Сын Божий Претерпел Крест Потому Мы Грешные Смело Полагаемся На Покаяние Скорби Ума Достаточно К тому Чтобы Заменить Всякое Телесное Делание Святой Григорий Говорит Тот Храм Благодати Кто В единении С Богом И Всегда Забочен Мыслью О Суде Его Блаженный Василий Сказал Непрестанная Молитва Производит В душе Ясную Мысль О Боге И Водружение Нами Себепамятование О Боге Есть Вселение В нас Бога Так Соделываемся Мы Храмом Божиим Сердце Сокрушенное Служит Уготовлением Упокоения В Боге Что Приобретаем Мы Во времени Родения Своего То и Пострамляет Нас Во время Молитвы Нашей Трезвение Помогает Человеку Больше Чем Дело А Разрешение Распущение Помысла Вредит Ему Больше Чем Покой От покоя Происходит И тревожит Человека Домашние Брани Но он Имеет Возможность Прекратить Их Ибо Как Скоро Человек Оставит Покой И Возвратиться Вместо Дел Брани Эти Отъемлются От него И удаляются Но Не таково Порождаемое Разрешением Каково Порождаемое Покоем Пока Человек Во время Покоя Пребывает В области Свободы Своей Может Он Снова Возвратиться И управлять Собою По установлению Правила Своего Потому что Он Есть Еще В области Свободы Своей Но Давая Себе Разрешение На Помыслы С усложнением Выходит Из области Свободы Своей Если бы Человек Не отринул Совершенно Наблюдение Над собой То Не был бы С насилием И невольно Вынужден Покориться Тому Что Не доставляет Ему Покоя Не Давай Человек Свободы Которому Либо Из чувств Своих Чтобы Не дойти До Невозможности Снова Возвратиться К свободе Покой Вредит Только Молодым А Разрешение И старым И совершенным Следствие Покоя Доходящие До худых Помыслов Могут Снова Возвратиться К наблюдению Над собой И утвердиться В высоком Своем Житии Продолжение следует